О признанном иностранном агентом политика Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам колонии по делу о государственной измене, распространении фейков о действиях вооруженных сил. По данным следствия, Карамурза получал в США зарплату в 30 тысяч долларов в месяц от признанного нежелательной организации «Свободная Россия» и собирал разведывательную информацию о ситуации в стране. Сам он вину отрицает, как расценивать приговор. За что Владимир Карамурза приговорен к 25 годам колонии. Московский городской суд назначил 25 лет колонии строгого режима оппозиционеру журналисту Владимиру Карамурзе, ранее он признан в России иностранным агентом, по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях вооруженных сил России. На оглашение приговора в суд пришли многочисленные журналисты, близкие Карамурзе, а также 40 дипломатов из 25 стран. Процесс начался в Мосгорсуде еще в марте и прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Как расценивает такой приговор комментарий Георгия Бовта. Столь жестокий приговор, который получил оппозиционер Владимир Карамурза и который имеет все признаки жесткости военного времени, пожалуй, не имеет прецедентов в последние годы. Например, к аналогичному сроку не так давно были приговорены члены так называемой банды амазонок в Ростовской области, на счету которых не менее 10 убийств и около сотни потерпевших. В декабре 2022 года 22 года получил бывший корреспондент коммерсанта, советник главы РОЖКосмоса Иван Сафронов, тоже за госизмену. В 2019 году те же 22 года получил бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов по обвинению в сотрудничестве с ФБР. В 2011 году осудили на 25 лет за госизмену бывшего полковника СФР Александра Потеева, но осудили заочно, за передачу Америки данных о группе российских агентов, включая Анну Чапман. Защита и сторонники Карамурзы говорят, что его осудили исключительно за слова, а именно за критику СВО и дискредитацию российской армии. По схожим поводам в сталинские годы цинично шутили, что за слова дают всего лишь 10 лет, примерно как и ни за что, ни про что, а тут 25. Из них именно за госизмену 18, за участие в деятельности нежелательной организации, а речь, судя по всему, о признанных таковыми в 2019 году зарегистрированной США свободной России, а также уже не существующей открытой России 3 года. И по статье о фейках 7 лет. В деле Карамурзы примечательно еще и то, что оно обрастало отягчающими обвинениями постепенно, тогда как обычно в аналогичных случаях обозначали почти сразу все параметры обвинения. Изначально политик был арестован в апреле 1922 года, когда зачем-то вернулся из США, где имеет вид на жительство и где живут трое его детей. Поводом для задержания стало вообще административное дело о неподчинении сотрудникам полиции. Вскоре к нему добавилось обвинение о дискредитации российской армии. Поводом стало выступление Карамурзы 15 марта 1922 года перед членами палаты представителей штата Аризона. По версии следствия, он, действуя по мотивам политической ненависти, распространил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. Конкретные слова и факты цитировать не будем в избежании нарушения УК РФ. В день ареста Минюз включил оппозиционера в список физлиц иноагентов. Затем обвинение переросло в уголовное. Из СИЗО Карамурза уже не вышел. Статья о деятельности нежелательной организации была добавлена лишь в июле. Из вышеупомянутых двух организаций одна прекратила свое существование, а из другой Карамурза вышел годом ранее. Но закон в данном случае может применяться ретроспективно, на три года назад. И лишь в октябре к обвинительному набору добавилась статья о госизмене. Ее, по свидетельству защиты, вменили на основе трех публичных выступлений Карамурзы с критикой российских властей в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Не очень понятно, чего так долго ждали. Неужели политической отмашки? Речь там не шла о каких-то госсекретах. Зато в этих речах были очень жесткие слова о государственном терроре и, разумеется, целый набор запрещенных по отношению к СВО эпитетов. Все это было, разумеется, до его возвращения в Россию, которое, возможно, было воспринято властями таким же дерзким вызовом, каким стало возвращение Навального, хотя тому были вполне однозначные сигналы этого не делать. В этом смысле премьер Карамурзы – это уже повторный сигнал всем несистемным оппозиционерам. Мол, пощады не будет, и игр в нарочитое благородство тоже. А возмущение иностранных посольств теперь не то, чтобы безразлично, но есть лишнее доказательство для лоялистов того, что осужденный таки и занимался госизменой. Например, посол у Великобритании Дебора Броннард не только присутствовал на суде, но и выступил с заявлением наступения морского суда после оглашения приговора, призвав к освобождению в данном случае еще и британского подданного. Обстоятельства дела, повторим, засекречены. Однако ранее защита обращала внимание, что председатель судья Сергей Подопригоров является фигурантом списка Магницкого, который Карамурза во многом составлял, лоббировал и добился того, чтобы его принял Конгресс США. Защита дважды требовала отвода судей на основании конфликта интересов. Якобы он и еще ряд судей в 2017 году обращались в американский Минфин с просьбой вывести их из-под действия рестрикций. Однако вряд ли даже отвод, учитывая нынешний политический контекст, привел бы к смягчению приговора. Принятие акта Магницкого многие считают одним из главных достижений Владимира Карамурзы как политика, который продвигал его вместе с убитым в 2015 году Борисом Немцовым. Но акт Магницкого приняли еще в 2012 году. Возможно, нынешний суровый приговор стал ответом еще и на аналогичную деятельность применительных составлений уже текущих санкционных списков, которые считаются частью экономической войны Запада против России. А раз так, то и приговор сродни военно-полевому.